Всем привет и добро пожаловать на мой канал. В общем, добро пожаловать в новый влог уже. В общем, полюбила этот формат. Не конкретно про что-то одно снимать, а в целом, что происходит на данный момент в моем огороде. Кстати, стараюсь вставить для вас тайм-коды для того, чтобы было удобнее искать необходимую для вас информацию. Вот, в общем, в этом видео покажу, в общем, что у меня в теплице, что вообще растет в огородике, что цветет. И также покажу, конечно же, свои красивые цветущие рододендроны, несколько листопадных. И один у меня есть еще красавчик вечно зеленый, так что не переключайтесь и оставайтесь со мной. У нас сейчас тоже цветет немножко сирень с молодой очень кустик, точнее целых два такие вот. И очень красивые. Конечно, они покупались тогда, когда я только начинала здесь жить. И, соответственно, покупались они, знаете, вот сразу на своих коробках. И, естественно, это пересорт, потому что, я не знаю, у меня тогда и по розам очень много было пересортов. Вообще, в тот год, когда я сажала, это было просто... Короче, непонятно, что посадила. Вот. Поэтому сажалась у меня какая-то сиреневая и белая сирень. В итоге обе сиреневые, одна только поярче, вторая более бледненькая. Сейчас вторую тоже покажу. Вторая сирень вот такая, более светлая. И она немножко более ранняя, соответственно, она уже потихоньку уже начинает отцветать. Тем более, что у нас вот сегодня, наверное, первый день, когда пока полдождя, до этого времени было достаточно жарко. Здесь тоже такой небольшой кустик у нас сирени, но все равно очень симпатичный. Вчера, кстати, купила три кустика лаванды. Такие красавчики. Вот. Очень мне нравится аромат. Просто не смогла, короче, пройти мимо. Вот сегодня нужно, наверное, как-то вечером собраться с мыслями и посадить ее. Одна, в общем, вроде как синяя, вот эта вроде как белая и то ли розовая, то ли фиолетовая. Ну, короче, я в последнее время такой садовод стала, что совершенно как бы не обращаю внимания. Вот здесь у меня уже вовсю хорошо развиваются баклажаны, вот помидорики. Один помидор сломала, вот вчера заменила на другой помидор. Сорт называется черный бизон. Не знаю, не сажала никогда его, так что посмотрим, что это такое. Так, я уже, по-моему, показывала, да, что у меня первые помидорки уже завязались и уже, наверное, даже подрастают. Вот такие вот конфеты, сладкие сосульки. Ну, во-первых, у меня еще зацвели луки. Вот, пока зацвели первые самые, сейчас я аккуратненько, аккуратненько не получаются. Вот, посмотрите, это Purple Sensation. Думаю, что про луки я отдельное видео сниму для того, чтобы показать вам все сорта, которые у меня есть, потому что они распускаются очень друг за дружкой. Вот, соответственно, невозможно совершенно, как бы, заснять это все в единый момент. Вот, ну, вот эти пока фиолетовые шарики, это все Purple Sensation. Эти шарики, конечно, потрясающие. Вот. Вот, вот он, моя красота. Просто потрясающе, посмотрите. У него прямо цвет неоновый, знаете. Короче, вообще супер. Супер, я очень счастлива, потому что в прошлом году они не цвели. Вот, конечно, бесконечно влюблена в ротодендроны, потому что они очень красивые, очень, мне кажется, неприхотливые. Растут себе и растут. Вот он у меня в прошлом году не цвел. Покупал я его цветущим, поэтому я знала, какой у него будет цветок. И в этом году, видимо, он запас все-таки цветочной почки. И вот такой вот красотой безумный распустился. Безумной красоты цветок. Прямо супер-супер. И вот посмотрите, кстати, как красиво. Здесь тоже вот эти луки, Purple Sensation, вылезли среди, как это называется, тысячелистник. Да, вот это растение. У меня, я выращивала семян там, типа как смесь. Вот. И получается, что за счет вот такой высоты, удачной, практически не видно, как вот увядают вот эти листья самих алиумов. Вот. Так что очень прикольно. Вот это, конечно, потрясающе. Еще хочу показать вам, ежегодно у меня цветет такой потрясающий шаловидный флокс. Все хочу завести себе еще в ярко-розовый. Вот. То, что он с каждым годом все увеличивается, подушка все больше и больше. И это, конечно, потрясающе красиво выглядит. Вот. Сейчас я вам покажу еще мой красивейший, красивущий рододендрон. Точнее, вечнозеленый, вечнозеленый рододендрон. Здесь уже отрастает елочка. Она такая красивая, вообще капец. Смотрите, какая нарядная. Это у меня вечнозеленый рододендрон под названием Гага. Так он красиво выглядит. Такие вот у него шишечки красивущие. И вот он пока по низу цветет. И здесь прямо со всех сторон, со всех сторон такая красота. Верхушки пока не цветут. Он у меня вот таких размеров небольших. Ну и получается мне, ну вот как-то выше колен, наверное, еще метра нету в нем, но он такой вот уже очень симпатичный. Сейчас пойду поливать свои кашпоты, ну и кое-какие грядки, потому что был дождь, в принципе, нет потребности поливать. Ну, еще не такая лень, посмотрите, классная, горденовская. Прямо душ такой делает. Вот. Это от водопровода. Вода холодная. Вот. И шланг тоже у нас горденовский. Вот такой вот. Короче, суть в том, что, нет, шланг классный, конечно, ничего не могу сказать. Ну, конечно, он все равно, знаете, вот, бывает, перегибается. Да, несмотря на то, что он достаточно жесткий, но все равно бывает, что нет-нет, а где-нибудь вот так вот завернется и ходишь его поправляешь. Поэтому не могу сказать, что он прям идеальный какой-то. Смотрите, какая красота. Можно, кстати, напор менять. Вот так. Вот, например, можно так. Оп. Например, сюда. Классно. Я обычно, на самом деле, с другой лейки поливаю. У меня тоже вторая горденовская. Вот. Она... Там можно выбрать разные режимы. Сейчас вам тоже ее покажу. Вторая лейка у меня уже такая более поюзанная. Здесь, кстати, вот шланг, что удобно. Здесь такой специальный стопор, что даже при включенной воде нет проблем. Вот. И смотрите, вот, кстати, это здесь такая попроще лейка. Здесь вот этот наконечник, он пластиковый. А на вот этот, да, и потяжелее, он металлический. Ну и, короче, здесь можно вот так фиксировать. Например, да, ты нажимаешь, и у тебя можно не держать. Ну, как правило, я вот таким душем поливаю. А так здесь много разных всяких функций. Чаще всего, например, если там петуния и какие-то горшечные, поливаю вот на такой, потому что она такая плевучая. Вот. Просто вот такой вот, знаете, как с краном, немножко с аэрированием. Здесь можно еще, кстати, расход уменьшать, увеличивать, увеличивать. Вот, вот сюда. С напором вообще, в принципе, проблемы сейчас с кашелочью. У нас какой-то воздух с кашелом. Ну, короче, суть в том, что здесь можно менять напор. Вот. Ну и разные другие функции тут есть. Я не знаю, насколько интересен такой контент, конечно. Извините. Ну, мне нравятся, например, всякие такие штуки, да, там, поливать, что-то допустим, там, опрыскивать. Вот, потом... Ну, это просто вот такая струя, например, чтобы Беррика пугать, там, или что-нибудь такое. Ну, кстати, очень боится, потому что мы его постоянно поливаем. Поливаю вот такой еще режим есть. Как бы такой... Как бы кругом таким, знаете. Спрей такой круг. А, ну и все. Вот это обычное уже все. Пошло по кругу. Вот. Ну, в целом, очень тоже удобная леечка. Обычно ей поливаю все свои питончики. Знаете, голубика никак у меня не хочет вырасти. Я сажала ее осенью 20-го года. То есть, это сколько уже? И осенью будет, что ли, 4 года. Ну, видите, она, как бы, такая маленькая достаточно. То есть, ну, не знаю, на 4-летний куст этот куст не похоже. Хотя это сорт Blue Crop. Он достаточно такой мощный. Это, кстати, импортный, по-моему, у меня. Видите, даже здесь у меня для тех, кто в танке, оставлена такая штука, чтобы не забыть сорт. Я думаю, что есть некоторые проблемы, связанные с этим. Соответственно, ну, она, как бы, не хорошо, достаточно хорошо развивается. То есть, надо сажать на полное солнце. Это 100%. Поэтому, конечно, я ее отсюда, скорее всего, пересажу. Выберем ей другое место. А сюда я посажу гортензии, как вот у меня здесь. Здесь такие низкорослые, хорошенькие гортензии сорта Little Spoky. Очень классные. Вот. И сейчас польем с вами еще петуньки. Смотрите, у меня тут уже вот такая вот симпатичная калибрашка. Сейчас пройдем, польем мою грамочку. Вот. Здесь уже такая симпатичная маленькая морковочка. Вот. Я показывала, да, какую я сеяла морковочку. Желтую и красную. Красную партнерскую. Сорт Сопрано. И еще у меня оставалось, кстати, немножко сорта Дорина. Я его тоже вроде как подсеяла. Посмотрим. И желтую для плова. Ну, это явно желтая, потому что схожесть хуже гораздо, чем у партнерской, да. Хотя партнерская тоже не могу сказать, что она как-то идеальна. Хотя вот здесь, например, вот вообще идеально, да, взошла. Такие красивые сейчас начали цвести ирисы. Я вообще, конечно, не сказать, что прям фанат ирисов. Вот. Но эти я брала у мамы. Они самые простые. Вот самые-самые простые. Но все равно очень красивые. Самое приятное, у них очень крутой аромат. Ну, вот мне очень нравится так ирис и пахом. И мне, кстати, нравится, как выглядят их листва. Мне кажется, они так-то весьма декоративно выглядят. И сейчас вот у меня еще тоже зацветает. Здесь у меня такая просто грядочка небольшая, как бы, которую было понатыкано с огорода. То, что некуда было посидеть. И в итоге, как бы, знаете, вот, типа такой вот огородный маленький цветничок. Просто для улучшения настроения. Сейчас ирис сибирский тоже еще зацветет. Тоже прекрасное растение. Очень нравится, как бы, отцветает. И остается, как травка. Классно выглядит. Вот. Там же лилии у меня посажены. Лапчатки. Вот. И здесь шиповник такой. Шиповник, кстати, вот этот красивый, махровый такой. Нежный-нежный розовый. Вот такие вот дела. Я вам еще не сняла. Вот решила сейчас подснять. Пока еще есть остатки. Вот ирис сибирский цветет. Вот так красиво. И на фоне пузыря плотника очень симпатично все это выглядит. Вот. Конечно, уже это все цветает. Потому что все это как-то быстро прошло. У нас сначала было сильно жарко, потом затяженные дожди. И, конечно, все не успеешь снять. Но вот пузырь плотник так красиво цветет. Вот это сорт Диабло. Такой один из самых, мне кажется, популярных. Тоже мне очень нравится. У него листва такая декоративная. И цветет он красивый. И вот смотрите, это многие. Новенький прирост. Вот. Активный такой вот мощный пошел. Ну, короче, ветвица. Красавчик Диабло. И также уже синие ирисы отцвели. Ну, вот здесь у меня еще есть желтые, оказывается, ирисы. Тоже я вот брала... То есть мама мне копала вот эти деленки. И, в общем, что попало, то попало. И, естественно, ни сортов, ничего такого. Я не знаю про эти ирисы. Но выглядит это все вот так вот. Очень симпатично. Сейчас мы его раскроем. Посмотрите. И тут еще вот такой вот тоже цветет. Еще вот такой вот есть красивый ирис. Он как бы немножко такой, как бы повыше, побольше. И сам цветок у него, посмотрите, просто огромный. И вот этот оттенок пыльно-сиреневый такой. Это просто вот вообще какой-то божественный ирис. Мне очень нравится, как он выглядит. И это, кстати, получается, что это такие простые ирисы, да? А это вот, наверное, этот ирис бородатый, да? Который такой вот. Можно, кстати, попробовать даже, наверное, найти по поиску фотографии, что это за сорт. Но выглядит потрясающе, по-моему. Очень красивый. У меня, кстати, мало ирисов. Вот эта вот кучка. В принципе, это все, что у меня есть. Я думаю, что однажды я тоже заболею ирисами. И начну их покупать. Вообще хочу начать не только ирисы покупать, но еще и лилии. Потому что тоже их маловато у меня в саду. В общем, потихоньку все растет и развивается. Как обстоят дела у нас с ягодками. Вот, они есть. Это розовый крыжовник, кстати, очень вкусный. Это мне дали родителям кустик. Вот он за пару лет так уже хорошо разросся. Такой вот достаточно красивый, мощный, вкусный, сладкий, главное. Вот так вот выглядит смородка. Кто-то тут ее поели. Вот, это красная. Красная подсыпается. Может быть, ей суховато, надо ее полить. Вот, ягодок подсыпается немножко. И черная тоже. Тоже у нас черная тоже есть. Вот, клубничка, купчиха. По ней, конечно, немножко прошелся этот дыгоносик. Вот, кстати, уже усы начала пускать. Тут, кстати, у меня с самосевом взошли подсолнухи. Не знаю, успеет они дорасти или нет. Ну, посмотрим. Так что ягодка начала уже вязать. Во всю уже вот тут смотрю усы. Сейчас я пока буду их удалять. Возможно, уже последующие усы буду оставлять, когда захочу размножить. Потому что клубника, конечно, потрясающая. Вот смотрите, даже видно, какая она мощная, какие у нее цветоносы. Вот видите, здесь вот постарался долгоносик поганить. В общем, за время, пока я монтировала видео, смотрите, у меня уже тут клубничка поспевает потихоньку. Самый прикол, кстати, что здесь у меня тоже клубника, усы укоренились. И я такая думаю, ладно, не буду ее, короче, удалять. Пусть растет. И вот смотрите, здесь тоже есть клубничка. То есть ты вот идешь вот так вот тут вот и собираешь клубнику. Вот, пожалуйста. Так что купчиха вообще просто настолько неприхотливый сорт, что готов в любом месте просто расти и развиваться. И, кстати, вот уже у нас подрастают тоже огурчики. Уже даже вот есть огурчики. Вот такие сладенькие, хорошкие. Это, кстати, я покупала тоже готовый рассаду, если не ошибаюсь. Называется гунар. Вот. И укропчик. Короче, куднишки ждем, ожидаем. И сейчас я вам еще хочу показать еще один вроде дендра, который у меня здесь есть. И начали распускаться. Это рододендрон golden lights. Вот такой известный, известная серия. Вот эта серия lights разных рододендронов, которые являются весьма стройкими и подходят хорошо для нашего климата. Я живу в условиях северо-запада. Вот. Но видите, он, конечно, немножко выгорает. Ну вот. То есть он немножко поярче, мне кажется, изначально. Но сейчас у нас стоит настолько жаркая погода, что он, конечно, быстро портится. Но все равно, посмотрите, какая потрясающая красота. И, кстати, здесь еще тоже готовится цвести рододендрон. И, по всей видимости, если я не ошибаюсь, это сорт называется фейерверк. Потому что, ну, почему-то мне вот память подсказывает, что с таким названием я покупала. Но посмотрим, когда он распустится, я его тоже, кстати, сниму. В тепличке у меня тут уже все прекрасно, все красиво. Все чувствуют себя хорошо. И надо, кстати, подвязать вот эти томатики, у меня еще не подвязаны. Перчики такие тоже заметно подросли. Вот здесь вот у меня томат черри, который было принято решение отпустить вообще на все четыре стороны. То есть вообще не пасанковать его. То есть вот сколько будет у него пасанков, столько и будет. В остальные я планирую ввести в два стебля. Кстати, я тут кабачки проращивала. Смотрите-ка, три взошло. Значит, нет. Значит, вот три все и посадим. Это я сажала вот такой вот второй год желтоплодный кабачок. Ну, в принципе, мне понравился. Очень круто, когда жаришь, знаете, как-то кружочками кабачочек, то он такой прямо красивый, золотистый получается. В отличие, например, от зеленого, он, короче, очень красивый именно в жарке. Поэтому мне понравилось. Мы часто делаем такие кабачочки, жарим, когда маленькие снимаем и колечками жарим. Выглядят сейчас баклажанчики. Я, честно говоря, не помню, что за сорт. Покупала тоже готовой рассадой. Вот такие крепенькие, хорошенькие. В общем, всем нравится капельный полив. Кстати, я в видео рассказывала про капельный полив, показывала, что только вот эти капельницы. И говорила о том, что будет от них идти трасса вот такие. И вот получается вот так вот это выглядит. Здесь такие капельницы. И вот с них. Отсюда, отсюда, оттуда капает. В общем, по-разному. Здесь вот так льется. Ну, в общем, поливает и хорошо. В целом, по большому счету, я довольна вообще, ну, как бы, что происходит в моем саду. Как выглядят мои растения. Я ни в каком случае не рассчитываю на какую-то экспертность и так далее. Хочу, чтобы вы понимали, что я такой же просто садовод-любитель. Обычный человек, который что-то пробует учиться на своем опыте, на своих ошибках. Опытов выращивания овощей у меня вообще очень мало. То есть по цветам я еще как-то больше изображаю. Поэтому я стараюсь. То есть плюс я, конечно же, стараюсь, чтобы мои овощи, ягоды и так далее были максимально экологичными. То есть я практически не использую минеральное удобрение вообще. Только натуральное удобрение, либо там зеленое удобрение. Либо использую различные какие-то там микроорганизмы. Типа там всяких триходерм, микориз, фитоспоринов и так далее. То есть бактерии какие-то, которые улучшают состояние почвы и помогают растениям. Поэтому, конечно, у меня все далеко не идеально. Думаю, как и у многих. Поэтому прошу не судить меня строго. Мне в целом я довольна результатом. Довольна всегда урожаем. Все всегда хорошо. Нам всегда всего хватает. И даже остается, делимся с друзьями. Могу не похвастаться вам своей елочкой. Вот такой вот красивой. Глаука с молодым приростом. Посмотрите, как это красиво, мягенько. Вообще прям такая потрясающая. Ну и, конечно же, рододендрон гага. Смотрите, какая красота. Возможно, он просто подмерз. Потому что зима у нас была лютая, конечно. Вот. И, видимо, все то, что было на уровне снега, все хорошо цветет. Смотрите. Какая красота. И целая шапка цвета. И вот так вот по кругу. Везде он светит. Жалко, что не по всей длине. Даже так вот из окна, когда смотришь, прям глаз радуется. Ну, конечно, просто обязана вам показать свой ель-белый лобок, который уже начала потихонечку, потихонечку. Уже прям видно, что она уже начала зеленеть. Здесь еще, может быть, камера так передает. Вот. Но она, конечно, вообще божественная красотка. Здесь вот видно, какие беленькие у нее приросты, молодые, молочные. Прямо очень она красивая. Вот. Очень она меня радует. Она маленькая. Она растет, конечно, глубокая. Я уже привязывала ей моркушку. Надо, кстати, переподвязать. А то опять она... Видите, у нее та сторона хорошо развивается. А эта лысая. Потому что здесь было тоже распорку надо ставить, привязывать ветки. В общем, короче, формировать ее надо. Иначе она будет как такой небольшой страшил. Но, тем не менее, все равно она очень красива. И она, конечно, подросла за время существования моего канала. Уже такая прям пушистенькая, пухлинкая. Распустился этот ротодендрон. Все-таки это, как я покупала, фейерверк, если я не ошибаюсь. Так красиво выглядит. Цветочки у него ярко-оранжевые. Очень красивый. И golden lights уже тоже отцветает. Вот такой красивый. Распустился. Просто супер-ротодендроны. Очень радуют. Суперские растения. Правда, они не очень, конечно, быстро растут. У меня такой маленький кустик. Но, надеюсь, со временем он будет такой же, как в ботаническом саду. В общем, давайте на этом я закончу свое видео. Потому что я уже начала снимать следующее видео. Покажу вам, какие пионы у меня цветут. Уже начали распускаться первые розы, пока я помонтировала ротодендроны. И также покажу вам, конечно же, луки декоративные, которые у меня тоже продолжают свести. И с вами увидимся в новых видео. До скорых встреч всем. Пока-пока.